И что же, всем привет! Вы смотрите канал Мистер Макс. Сегодня мы рассмотрим китайскую мини-фигурку от фирмы Дарго. Ее артикул 812 из серии Супер Хироус. Это у нас Ник Фьюри. Что ж, погнали! Давайте рассмотрим саму коробку. На коробке изображен сам Ник Фьюри, фирма Дарго, Супер Хирои, 5-16 лет. Также что на Боре будут карточки, но что странно, будут карточки Дэдпул. И, ну, на самом деле, мне карточки не нужны, поэтому мне карточки, если честно, все равно какие будут. Ладно, здесь у нас также изображен значок щита, если я не ошибаюсь. Все мини-фигурки из этой серии. Что странно, здесь у нас еще, хотя нет, ничего странного нет, здесь просто очень много Дэдпулов. Что прикольно, здесь, короче, есть еще и белый Дэдпул в этой серии, и желтый Дэдпул. Но белый Дэдпул я знаю из комиксов, а вот желтый Дэдпул я вообще не знаю откуда. По-моему, в комиксах его не было. Месси даже и был, напишите мне в комментариях. И опять же-таки про Белого, напишите в комментариях, или был он в комиксах, или нет. И про желтого также напишите, или был он в комиксах, или нет. Ладно, на задней части коробки изображена у нас сама серия. Ник Фьюри, Карнаж, Дэдпул белый, обычный Дэдпул, желтый Дэдпул. Какой-то, а, Человек-паук 2099, Веном, и какой-то еще один Человек-паук в сером костюме. И почему-то здесь изображено только четыре мини-фигурки, что довольно-таки странно. Может, какие-то там особенные, я не знаю. Подставка, кстати, будет в наборе какая-то слишком убогая. Такая необычная подставочка, будет такая просто пластинка. Ну, пластинка мне она все время никогда не интересовала. Кстати, здесь еще написано Ник Фьюри, и по-китайски написано Ник Фьюри. И здесь у нас изображен сам Ник Фьюри. Ладно, давайте откроем коробку, и что у нас здесь находится? Внутри находятся у нас, кстати, вот такие вот карточки. Почему-то здесь у нас карточки именно изображены. Ну, конечно, Ник Фьюри, карточки Ник Фьюри изображены. То есть здесь у нас Ник Фьюри в одном положении и в другом. Также здесь у нас есть какие-то силы, но они меня никогда не интересовали. Почему-то сзади изображён у нас значок Дэдпула, может какой-то он там во втором фильме или во первом фильме там был Ник Фьюри, но по-моему вообще его не было в фильме Дэдпул и почему именно сзади на карточках изображён значок Дэдпула, я не знаю, может как-то там по фильму, ну в фильме Ник Фьюри уж точно не был в этом фильме, там был только Люди, ну там у них был Хаос и ещё кто-то, по-моему, если я не ошибаюсь, там было два супергероя из Люди Икс, я помню в этом фильме. И там у Ник Фьюри уж точно не был, как-то очень странно, но вообще карточки сделаны в принципе не в плохом материале, и кстати мне знак Дэдпула очень понравился, так что сделал круто, так очень круто. Прикольно, сказал бы. Ладно, самая мини-фигурка, кстати, пакет такой очень мягкий, какой-то немножко странный. Здесь у нас изображён... Чё это у нас такое? Ребята, вам случайно-то ничего не напоминает вот этот листочек, а мне кое-что напоминает. Ребята, ведь они скопировали полностью вот эти серии мини-фигурки, потому что в каждой серии мини-фигурок есть такая бумажка с знаками-вопросами. И почему-то они здесь так же самое сделали китайцы, но они просто скопировали лего-мини-фигурки оригинальные, ну которые там 15-е, 14-е есть эти серии. Там скопировали, там были такие бумажки, и они скопировали, решили бумажку скопировать. Только здесь не 16 персонажей, а 12. Здесь у нас Железный Человек, Халк, Капитан Америка, Тор, Росомаха, Бэтмен, Человек-паук, Супермен, Дэдпул, Бигфьюри, какой-то... А, это Карнаж, да, это Карнаж и какой-то ещё один персонаж. Самое главное, что большинство у них есть оружие, но зачем у Супермену оружие, зачем Человек-пауку оружие? Ну ладно, Ник Фьюри ещё оружие, пусть. Дэдпул пусть ещё тоже оружие, Человек-пауку вообще не надо оружие, и этому Человеку-пауку не нужно вообще оружие. И... А вообще зачем... Самое смешное, зачем Халку оружие? Это вообще смешно. Зачем Железом и Человеку раться? Вот это самое смешное, наверное. А Тора вообще нету плаща. Короче, здесь что-то очень странное, здесь, как складывать мини-фигурки, изображён также вся серия, но здесь вся серия какая-то убогая. У него, например, шея такая большая, господи, это какие-то аниме, типа. Ладно, давайте не будем смотреть на этот ужас. Ну, самое главное, качество конструктора. Здесь у нас изображён сам мини-фьюри, и я вижу, что они к фьюри довольно-таки хорошего качества. Сейчас я соберу вот такая мини-фигурка. Также принты не стираются. Имеет перчатку на теле, сзади собирается очень легко на самом-то деле. Имеет вот такое вот лицо. Также сзади принт в лице. Сзади имеет тоже принт, кстати. Ладно, также здесь имеет вот такую вот аксессуар-рацию. Аксессуарация очень понравилась такую. Кстати, в Леговой такой формы я не видел. Вот такая подставочка. Она очень убогая, на самом деле, это пластинка. И лучше куда-то выкинуть детали для самоделок. Ну и в наборе были вот такие вот два оружия. Вот таких вот два оружия. Они сделали не такого дешёвого пластика, на самом-то деле. Ну, где-то пригодятся, например, для каких-то военных, например. Ну, ладно, я разве что дам пистолет не к фюре, а вот оружие дам кому-то из клоунов-изуных воинов, наверное. Или кому-то ещё дам, наверное, для каких-то самоделок добавить вот это оружие. Ладно, в общем, вот такая вот мини-фигурка. Ну что же, вот такая вот получилась мини-фигурка от фирмы Дарго. В принципе, советую покупать такую мини-фигурку и похожие мини-фигурки от фирмы Дарго. А на сегодня у меня всё. Если вам понравился данный обзор, ставьте лайк. И также комментируйте и подписывайтесь на канал, не забывайте это. И, кстати, забыл сказать, что скоро я вам ещё сделаю обзор на новый набор из серии LEGO Nexonites. Так что ждите. А на сегодня у меня всё. Всем спасибо и всем пока!